Вы восхищаетесь элегантными и шикарными звездами с их потрясающими нарядами? И вы хотите выглядеть, как они, но прекрасно понимаете, что их гардероб стоит целое состояние? Не отчаивайтесь! Существуют способы сделать так, чтобы ваша одежда выглядела дороже без лишних вложений. Например, номер один. Выбирайте качественную ткань. Нет смысла отрицать, что такие натуральные ткани, как шелк, кашемир и кожа, выглядят роскошно, но обычно они довольно дорогие. И все же вы можете найти достойные альтернативы, которые не будут выглядеть дешево. Одежда, сделанная из льна, искусственной замши и хлопка – лучший выбор, потому что обычно эти материалы высокого качества. А вот синтетики стоит избегать, потому что она быстро теряет форму. Что касается полиэстера, то его качество может серьезно отличаться от вещи к вещи. Поэтому перед покупкой внимательно осмотрите одежду и убедитесь, что она хорошо выглядит и приятно на ощупь. Номер два. Выбирайте вещи одного цвета. Если вы следите за модой, то наверняка замечали, что дизайнеры создают коллекции, в которых обычно преобладает один цвет. Поэтому, если вы хотите выглядеть как от кутюр, выберите несколько цветов, которые вам нравятся больше всего и покупайте одежду только этих оттенков. В таких комплектах вы точно будете выглядеть более стильно и элегантно. Кроме того, по утрам у вас меньше времени будет уходить на подбор наряда, ведь все будет сочетаться по цвету. Номер три. Приобретите белую рубашку. Любой гардероб не будет полным без этого предмета одежды. Белая рубашка из качественного материала и правильного кроя, который подходит вашей фигуре, сделает ваш наряд безупречным. Белая рубашка – это базовая вещь, и она соответствует любому стилю. Главное, убедитесь, что рубашка действительно белая, потому что сероватые оттенки белого тут же удешевляют внешний вид. Номер четыре. Правильно выбирайте сумку. Среди аксессуаров сумка – один из самых важных штрихов. Она делает ваш внешний вид завершенным. Поэтому, каким бы сильным ни было искушение, старайтесь избегать подделок. Лучше купить сумку дешевле, но оригинальную и уникальную. Выбирайте сумки нейтральных цветов, которые сочетаются с цветами вашей одежды. И не покупайте сумки с контрастными застежками, бахромой, отделкой или вышивкой. Обычно такими деталями прикрывают плохое качество. Номер пять. Никакой выцветшей одежды. Ваша любимая красная блузка уже не такая красная? Тогда пора с ней распрощаться без сожалений. Если вы не хотите выглядеть дешево, избавьтесь от выцветшей одежды. А для того, чтобы одежда сохраняла свой яркий оригинальный цвет, обращайте внимание на инструкции по стирке на ярлыке. Номер шесть. Выбирайте одежду по размеру. Нет ничего хуже, чем плохо сидящая одежда. А такое может случиться, даже если вы выбрали правильный размер. А знаете почему? Потому что один и тот же размер садится далеко не на все фигуры. Но ситуацию можно спасти, если вы сходите к портному, и он сделает пару строчек в нужных местах. И ваша одежда будет выглядеть так, словно была сшита на заказ специально для вас. Номер семь. Не пользуйтесь духами слишком сильно. Духи – это самый последний штрих вашего наряда. Ваш выбор парфюма может многое рассказать о вас, так же, как и ваша одежда и аксессуары. Духи подчеркнут ваш стиль, вкус и индивидуальность. Но лучше не пользоваться ими слишком сильно, если вы ездите в общественном транспорте или работаете в офисе. Элегантная женщина всегда уважает личное пространство других людей. Номер восемь. В любой сомнительной ситуации выбирайте бежевый. Этот классический нейтральный цвет обладает магическим эффектом. Он делает любую женщину роскошной и модной. Но лучшее в нем то, что его можно сочетать с любым другим цветом. Именно поэтому многие женщины, которые стремятся выглядеть стильно, часто выбирают бежевый плащ или пальто. Ведь они всегда в моде. Номер девять. Не забывайте о своем внешнем виде. Знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд как-то сказал, вы можете выглядеть безупречно и элегантно в джинсах и футболке. И пусть вдохновением для вас служат иконы моды и вы стараетесь следовать их советам. Помните, что одежда – это далеко не все. Ваш внешний вид зависит от вашей фигуры, состояния кожи и макияжа. Работайте над своей внешностью, и вы будете чувствовать себя красивой и уверенной в любой одежде. Номер десять. Будьте аккуратны с принтами. Нет ничего страшного в том, что в вашем гардеробе присутствует одежда с классическими принтами, такими как полоски, точки или леопардовый принт. Они никогда не выходят из моды. Но все остальные принты очень плохо сочетаются с другой одеждой и подходят далеко не каждой фигуре. Также не покупайте одежду, на которой узор разбит на части, например, когда он плохо совмещен на швах. Номер одиннадцать. Молния не должна быть видна. Чтобы определить качество одежды, вам нужно оценить не только ее ткань, но и фурнитуру. Молния, которую видно, это явный признак дешевой одежды. Молния должна быть спрятана в складке одежды или, по крайней мере, совпадать по цвету с тканью. Номер двенадцать. Заправляйте одежду. Конечно, вы хотите выглядеть стильно и одновременно непринужденно. Словно вы не потратили несколько часов перед зеркалом, верно? Но рубашка на выпуск, скорее всего, сделает ваш образ незавершенным. В большинстве случаев лучше ее заправить в юбку или брюки. Так вещи лучше сочетаются друг с другом, а ваша талия будет подчеркнута. Номер тринадцать. Мятая одежда? Ни в коем случае. Ничто не делает вас неопрятными так, как мятая одежда. И поверьте, люди точно ее заметят. Я знаю, что глажка не самое увлекательное занятие, но если вы хотите выглядеть безупречно, она просто необходима. Не важно, сколько стоит ваш наряд, он точно будет выглядеть лучше, если на нем не будет складок и заломов. Номер четырнадцать. Не забывайте о белье. Даже самый шикарный наряд можно испортить проступающими линиями от трусиков. Чтобы избежать такой неприятности, выбирайте либо корректирующее белье, чтобы выглядеть стройнее, либо простые стринги, которые не видны под одеждой. Без гальтера это правило тоже касается. Приобретите силиконовые чашки без бретелек, которые можно носить в платьях без спины или с открытыми плечами. Номер пятнадцать. Поменяйте пуговицы. Любую рубашку, кардиган или пальто можно превратить в элегантную вещь, просто поменяв на них пуговицы. В дешевой одежде обычно используются пластиковые пуговицы, но вы с легкостью можете поменять их на стеклянные, деревянные или металлические. Интересные дизайнерские пуговицы можно найти в магазинах фурнитуры или в бабушкиной шкатулке. Также пуговицы можно переставить со своей старой одежды. Номер шестнадцать. Сделайте блейзер своим лучшим другом. Если вы хотите сделать свой стиль более элегантным, вам не обязательно полностью менять гардероб. Иногда достаточно всего нескольких вещей, и одна из них однозначно блейзер. Классический блейзер нейтрального цвета сделает ваш образ более завершенным, а яркий оживит наряд. Номер семнадцать. Расставляйте приоритеты. Намного разумнее вложить деньги в базовый гардероб, чем в нарядную и модную одежду. Базовые вещи вы будете носить каждый день, и очень важно, чтобы они были самого высокого качества. И хотя ярко-розовое платье выглядит сногсшибательно, вы наденете его всего раз, поэтому не стоит тратить на него всю свою зарплату. Номер восемнадцать. Наденьте солнечные очки. Я понятия не имею, как это работает, но когда вы надеваете темные очки, ваш образ тут же становится более стильным. Может быть, все дело в знаменитостях, которые послужили зарождению этого тренда. Если вы не знаете, какую форму выбрать, отдайте предпочтение большим классическим очкам. Они подчеркнут любой наряд вне зависимости от его стиля. Номер девятнадцать. Обзаведитесь парой туфель с острым носом. Кстати, об обуви. Вам не обязательно полностью менять свою коллекцию, но никогда не помешает обзавестись парой классических лодочек с острым носом. Острый нос туфель мгновенно меняет восприятие вашего наряда. Он делает образ более деловым и добавляет ему элегантности. Номер двадцать. Обратите внимание на фурнитуру. Настоящий шип в мелких деталях, которые многие люди выпускают из виду. Обратите внимание на цвет металлических молний на вашей одежде, обуви, сумках и украшениях. Они должны совпадать по цвету. То же самое относится и к пряжке ремня. Выберите основной элемент своего образа, а остальные подбирайте под него. Например, если вы надели цепочку из желтого золота, убедитесь, что фурнитура совпадает с ней по оттенку. Ничего сложного, верно? Но поверьте, ваш образ станет намного гармоничнее. А вы знаете другие хитрости, которые помогут выглядеть потрясающе, без огромных затрат? Напишите в комментариях. Если вы сегодня узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не отходите пока от экрана. На нашем канале есть еще две тысячи других классных видео. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке слева или справа. Наслаждайтесь и присоединяйтесь к ADMI.